Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими косметическими новинками показать сразу как они выглядят на лице как они наносятся. Также в конце видео будет конкурс для вас, поэтому обязательно досмотрите до конца. Ну и что же, давайте приступать! Хочу вас сразу предупредить, что сегодня видео будет очень странное, потому что я опять его снимаю в компании своей дочки. Спасибо вам огромное за то, что вы с пониманием отнеслись к этому в прошлом видео, что вас не сильно смущало хрюканье, беганье, в общем цепенье. И я надеюсь в этот раз вас тоже не будет раздражать, единственное я сама немножко наплужила. Бывают такие дни, когда все идет как-то вверх дну, поэтому начало видео я удалила и про кушан я расскажу вам чуть-чуть попозже, а сейчас мы начнем с консилера. Вообще за счет того, что этот консилер кстати забыла сказать его название, он называется Longwear Concealer Waterproof, он за счет того, что такой жидкий, он достаточно подвижный, то есть его все-таки нужно закреплять пудрой сразу, потому что он может скатываться под глазками. Но знаете, здесь такой момент он то один раз катается, один раз не скатается в общем сейчас будем, пока не буду закреплять посмотрим, как процесс он себя будет вести дальше Теперь я предлагаю вам оформить бровки у меня это появилось два новых средства они вообще не новые, но у меня они новые это вот такая вот палеточка от L'Oreal которая называется Brow Artist Genius Kit она у меня в оттенке Medium to Dark и представляет она с собой здесь значит зеркальце и вот такой вот наборчик. Значит здесь идет воск и пудра, тени, то есть маленький пинцет и маленькая щеточка тени в принципе мне подходят неплохо но за счет того, что хотя вот вроде бы кажется ой, что в упаковке цвета довольно-таки холодные, почему-то они на мне вот именно в процессе нанесения немножко режат. Сейчас не будем пользоваться сейчас я буду использовать в макияже вот такой вот карандашик от Makeup Factory. Мне очень сильно понравилась его текстура именно самого карандаша, потому что он вот здесь вот когда вы красите бровки, он напоминает что-то наподобие теней еле дотрагиваясь. Он дает неплохо цвет и выглядит все достаточно натурально единственный в чем минус это в том, что его нужно очень часто затачивать. И в том, что вот здесь вот на конце вот такая вот щеточка здесь как в туши, она достаточно жесткая вот действительно очень жесткая. У меня есть другие кисти с чем сравнить. Та же кисть от L'Oreal либо же щеточка от Etude House они значительно мягче и приятнее здесь именно жесткое вычесывание идет само. И кстати, по-моему забыла сказать, номер здесь цвета третий все, включила вы видели это лицо услышала, что музыка ее побежала так удобно управлять телевизором с телефона это однозначный мастхэв фаворит. Так, ну что ж, давайте теперь приступим к небольшому макияжу глаз. Для этого я буду использовать, в моем понимании, конечно, несколько провальную палетку от Clorans я очень люблю этот бренд, у них просто огромное количество действительно классных продуктов. Как у них появилась такая палетка, для меня загадка она называется The Essentials половина цветов здесь полупрозрачных, каких-то не пигментированных. Теперь я беру, значит, плоскую кисть и буду наносить вот такой вот первый оттенок на все подвижное веко, вот этот оттенок в складку ну и посмотрим, чем можно будет еще потом это все немножко разбавить. Кстати, вот эти вот три оттенка, которые тут самые первые в палетке они такие немножко слегка сатиновые они здесь самые приличные ну и теперь пушистой кистью буду наносить вот этот третий оттеночек в складку века, поскольку консилером мы, несмотря на то, что у меня глубоко посажены глаза мы все равно немножко консилером стерли объемы, поэтому сейчас их немножко добавлю теперь буду еще вот такой вот кисточкой и карандашиком подводить этим же оттенком нижнее веко попробую нанести вот этот вот оттеночек немножко в уголок глаза посмотрим, что он сейчас получится, это или нет тени достаточно сильно пылятые осыпаются видите, вообще практически оттенок не переносится поэтому, наверное, не будем мы с вами умудрить пытаться что-то тут как-то выжать из этих теней уже посыпались вот здесь вот так, следующее, что я бы вам хотела показать это новинки карандашей, которые вышли у L'Oreal называется линия Infallible или Infallible поправьте, кто знает как правильно это просто какие-то нереальные карандаши они безумно похожи на карандаши как вам показать, так они понаклеивали в общем бумажки эти, что не видно цветов в общем карандаши просто сказочные они гелевые и настолько мягкие, кремовые они скользят просто как по маслу я сейчас вам покажу на руке, сделаю, допустим, пару свочей чтобы вы видели вообще стойкость их а их смыть можно только двухфазной жидкости на глазах они держатся весь день просто без никаких проблем очень красивые, очень мягкие, очень кремовые мне очень нравятся синий и фиолетовый оттенок в данной линейке они очень красиво выглядят в макияже именно на нижнем веке ну просто супер крутые карандаши теперь 100% станут моим мастхелл и нужно сразу же растушевывать потому что карандаш просто сядет потом намерно они очень сильно похожи на карандаши Urban Decay только в разы дешевле стоят но насколько я знаю, не так давно ну относительно, не так давно концерн L'Oreal выкупили Urban Decay, если я ничего не путаю поэтому неудивительно, что карандаши у них стали теперь похожи тем более, что карандаши Urban Decay, что карандаши L'Oreal сейчас изготавливаются в Германии вообще там считается, что изготавливаются одни из лучших карандашей подведу только внешний уголок глаза я вообще не люблю, когда так покрасят но сейчас, поскольку на камеру не хочу переборщить и идти потом пересмывать поэтому так чуть-чуть только добавим и хочу вам показать вот случай, который я делала на руке сколько они у меня уже побыли немножко уже побыли, в общем, на руке и чтобы вы понимали стойкость надеюсь, они там еще сейчас не размазываются не подведут меня в общем, они смываются только двухфазной жидкостью в общем, так-то их можно попытаться стереть но вы глаза так терять не будете стойкость феноменальная так, ну и давайте теперь перейдем к следующей новинке я вам ее уже показывала в фаворитах это вот такой вот тинт для губ и щечек наверное, не показывала, как он наносит от Герлен просто тоже нереально крутой продукт я его чаще всего сейчас использую на щечке потому что выглядит это очень натурально и красиво очень классный так, и растушевать буду вот такой вот еще кисточкой от Hakura сейчас тренд такой есть на яркие румяна поэтому можно не бояться переборщить а если вы побоитесь, то всегда можно если у вас кушан, немножко еще пройтись сверху ну и в общем, я обожаю просто этот продукт он очень-очень классный и всегда теперь со мной в косметичке так, ну и следующая из новинок то, что я вам еще не показывала это две вот такие вот туши одна из них это тушь, которая называется Fall Slash Superstar X-Fiber от L'Oreal и вторая, это тушь, которая называется La Petite Reb Noir от Guerlain и давайте, наверное, попробуем каждую тушь на разных глазиках и вы посмотрите разницу тушь от L'Oreal с первого раза мне понравилась просто безумно она очень классная она хорошо разделяет реснички есть такая щеточка в форме восьмерочки что ли, но она достаточно удобная первым слоем вы наносите вот эту вот тушь и не дожидаясь ее высыхания сразу закрываете и наносите со второй стороны здесь уже находятся в черной такой базе микроволокна и щеточка здесь уже вот такой вот в форме ложечки и они должны придавать эти волокна объема вашим ресничкам и удлинение за счет того, что здесь такие массивные щеточки мне кажется, они созданы именно для верхних ресниц мне неудобно лично красить нижние ресницы но скажу вам по правде, что с 10 раз нет, наверное, с 20 раз я только один раз крашу ресницы на нижнем веке в общем, вот так вот она выглядит на глазках хорошая тушь, единственное, у меня к вечеру начинают осыпаться вот эти вот микроволокна именно не сама тушь, а фибра это мне не очень нравится и сейчас давайте наносить вторую тушь от Герлен у нее уже здесь вот такая вот необычная щеточка я здесь полностью согласна с Дианой Суворовой когда вы прокрашиваете вот так вот, ее держите эту щеточку, то вот в эту вот дырочку как-то проваливаются ресницы в общем, не совсем-то понятно, как красить что ли ну, давайте я вам покажу, какой результат она дает на глазах вот именно вот в этой вот части глаза мне неудобно, конечно, подбираться здесь уже потом я использую просто вот этот вот шарик и прокрашиваю именно им очень удобно шариком прокрашивать и внешний уголок и внутренний, и нижняя века так, ну и эту тушь, в принципе, можно наслаивать так, тут вышло откуда-то непонятно солнышко она тоже, я не скажу, что она дает какой-то сумасшедший объем но, по крайней мере, на моих ресницах это так не работает она дает действительно удлинение, разделение но объема я не вижу особо стойкость у нее сумасшедшая, то есть она держится весь день она никуда у меня не осыпается, нигде не отпечатывается единственное, мне бы хотелось немножко больше объема но даже на данный момент я уже видела у этой туши появились как и свои поклонники так и наоборот, люди, которым она совершенно не нравится но здесь, мне кажется, нет ничего страшного косметика, как и остальные все продукты может кому-то нравиться, кому-то не нравится так, что меня уже сильно засветило солнце достаточно часто девочки просят снимать при натуральном освещении, так и лучше, мол, видно действительно реальный цвет продуктов но вот видите, это солнце, оно гуляет туда-сюда и вас раздражает, меня бесит так, ну что ж, теперь я предлагаю вам нанести хайлайтер мне с Тифорой пришел вот такой вот подарочек капельки от Cover Fix у них какое-то сумасшедшее сияние в общем, давайте я вам покажу оно не то, что зеркальное это просто какой-то космос в общем, я пыталась, чтобы не переборщить но, наверное, все равно переборщу потому что оно не действительно сумасшедшее посмотрите, что происходит боже, как теперь растушевать пробую вбить вот этой вот кистью поэтому, если вам нужен такой убийственный хайлайтер то вот Cover Fix, вот эти вот капельки это будет, наверное, оно можно всегда взять кушан и немножко что-то поправить макияжу в течение дня в этом, конечно, сумасшедшее его удобство так, ну что ж, я надеюсь, мне немножко это удалось выровнять но сияние, конечно, действительно космос теперь предлагаю вам нанести одну из новинок от от Cloreal вот этот цвет, который я хотела нанести вот такой вот lip paint он именно в глянцевом варианте у меня и цвет называется 105 классный lip paint единственное, что мне еще, опять еще и круто что у L'Oreal вышли вот такие вот прозрачные карандаши контуры, то есть, если у вас из-за возраста то ли из-за того, что продукты непослушные они убегают за контур то наносите вот такой вот карандаш контурный и он будет отлично удерживать все ваши помады в чем единственный небольшой минус для меня данных продуктов в их спонже мне не совсем удобно им наносить поэтому я сразу взяла вот такую вот кисточку это кисть для консилера из набора Real Technique я вам уже когда-то показывала когда-то сто раз уже показывала цвет 105 очень красиво визуально делает зубки значительно белее ну, в общем, видите, можно, в принципе, контур губы нарисовать я думаю, на камере они будут выглядеть неплохо, в принципе но все равно здесь моменты в общем, сейчас я немножко все равно поправлю их кистью потому что вот здесь вот вылез какая-то в общем, микро... так, ну и что ж, макияж у нас практически готов и сейчас для придания некого такого лоска своей коже я буду использовать, как обычно, метеориты они у меня во втором номере стандартная их коллекция мне как-то она больше всего нравится потому что она, скажем так, самая универсальная на данный момент еще очень крутая коллекция была весенняя лимитка но я ее не приобрела очень, конечно, жалею ну, не то, что очень жалею конечно, я в себе их хотела но были вещи чуть более необходимые но она вообще космическая я вот сейчас смотрю именно по цветам шариков то я бы лучше приобрела не рождественскую, а весеннюю так, ну и сейчас, чтобы завершить, скажем так, наш образ я предлагаю использовать вот такую вот новиночку от Guerlain это парфюм, который называется Mon Guerlain я прям с претензией на французский но не зря же я заканчивала курсы Ешку так, ну и на себя, на себя немножко мне просто этот аромат подошел на все 150% я от него в восторге он очень сладкий но в тот же момент я ощущаю какую-то горесть как, знаете, как стержень в общем, мне кажется, что этот парфюм он ассоциируется у меня с девушкой скажем так, ближе к 30, наверное это уже девушка но она очень уверенная в себе она деловая, грациозная и изысканная но при этом всем у нее в глазах горит не просто огонь а вот у нее прям в глазах читается ее стержень лицом этого аромата стала Анжелина Джоли на тему этого парфюма сейчас действительно появилось очень много дискуссий о том, что он одноликий и похож на La Vieja Belle Armani Sea что там, Black Opium я вот тоже люблю все эти три аромата но и там я согласна они действительно все очень схожи между собой в них улавливается одна какая-то нота но La Vieja Belle для меня прям вообще любовь-любовь то этот аромат я не могу выстроить в эту шеренгу но он тоже сладкий он немножко такой восточный но здесь сладость если в тех ароматах она более такая удушающая я бы сказала то здесь она более легкая более окрыляющая что ли мне безумно нравится этот аромат он нравится и моему мужу в общем ношу его с огромным удовольствием он достаточно шлейфовый но вы знаете, если ты идешь и за тобой шлейф такой трехкилометровый, то здесь нет я бы сказала, что здесь скорее такая легкая дымка которая укутывает полностью тебя как будто одевая в этот аромат любители сладких ароматов послушайте ну и что ж, теперь давайте я вам быстренько покажу то, что не поместилось на мое лицо скажем так в это видео и перейдем уже непосредственно на конкурсу поскорее появилась вот такая вот умывалка от Avon, тоже Avon True здесь в ее основе, как я поняла глина и много скрабирующих частичек она мне очень нравится я ее сейчас каждый день использую вечером скрабирующие частички, но они не для чувствительной кожи я пользуюсь, мне нравится также я вам еще не показывала свою новинку это вот такую вот помаду от Guerlain у нее просто потрясающий дизайн я помню, когда эта помада появилась в таком дизайне ну, наверное, года два, мне кажется, уже назад может быть, больше, меньше в общем, если что, поправьте меня девочки в группе Beauty Box я вам уже сто раз про нее рассказывала обсуждали вообще ее люксовость, скажем так вот в такой вот упаковке в пластике но хочу сказать, что мне почему-то очень нравится вот эта упаковка мне хочется ее носить постоянно с собой в сумке когда я где-то достаю при подружках они всегда обращают на нее внимание спрашивают, что это такое красивое у нее здесь вот такой вот ярко-достаточно розовый цвет но на самом деле он не передается так ярко это помада, которую можно наслаивать то есть в первый слое достаточно яркая но не очень, скажем так потом ее наслоили, и она уже ярче еще... ой, злата еще наслоили, еще ярче поэтому здесь можно варьировать интенсивность именно цвета путем нанесения мне очень нравится эта помада она хорошо увлажняет губы на них достаточно хорошо смотрится очень классный, как по мне, действительно летний цвет кстати, оттенок здесь в номере 0,40 в общем, с огромным удовольствием пользуюсь сейчас но мне кажется, все-таки на лето она будет чуть более уместной такой цвет также у меня появился новый карандаш от Avon который уже злата, где-то колпачок, сперла в общем, впервые сталкиваюсь с карандашами, которые самозатачивающиеся у меня таких карандашей не было здесь черный цвет, хотя упаковка такая графитовая я думала, что и карандаш будет графитовый, но нет здесь, в общем, в колпачке есть точилка очень интересный продукт то есть, я за что не люблю такие карандаши это за то, что они вот как затупятся и мне неудобно им потом что-то порисовать но здесь вот есть вот эта точилка в колпачке и это, по-моему, очень круто в Лореаль вышла новинка, вот такая вот мицеллярная вода точнее, не новинка, они ее обновили обновили, насколько я знаю, формулу здесь у меня вода для сухой и чувствительной кожи в общем, тоже разделенная по типам хорошая вода, отлично снимает весь макияж кроме супер-пупер водостойкого не имеет никакого ни запаха неприятных ощущений, в глаза, если попадает вообще их совершенно не выедает хорошая мицеллярная вода, я ей полностью довольна не так давно в Украине появились новые кушен от Лореаль они называются Ньюд Можик в общем, это первый кушен, который появился у меня в косметичке до этого как-то меня обходило это участь стороной в общем, я очень сильно хотела их попробовать и здесь у меня два сейчас тона первый и третий и хочу вам сказать, что я как белоснежка для меня очень сложно иногда подобрать светлый оттенок я всегда выбираю себе во всех линейках самые светлые цвета и не всегда они мне подходят в общем, сейчас вам покажу небольшой сводч на пальце первый и третий номер вот это вот первый номер, вот это вот третий насколько вы видите, разница настолько несущественна что если у вас светлый тип кожи то вы в принципе можете спокойно обойтись и третьим в общем, для меня то, что было не совсем привычно это именно сам процесс нанесения вот этой вот пуховочкой точнее вот этим вот спонжиком, который есть в упаковке но все девочки меня убедили в комментарии в инстаграм спасибо вам, кстати, огромное, кто подписался что это буквально вопрос привычки и что нужно только привыкнуть наносить этим спонжем и потом не будет ничего лучше тональная основа на лице совершенно незаметна она идеально подойдет вот на период весны, лета когда не хочется каких-то утяжеляющих тональных основ она очень легкая, хорошо выравнивает цвет лица то, что является огромным плюсом, здесь у нее в составе есть SPF и SPF здесь 29 до 30, почему-то чуть-чуть не дотянули но по всем параметрам, в общем, кушан супер и я так понимаю, что он теперь со мной надолго так, ну что ж, теперь давайте приступим к конкурсу у меня здесь для вас будет несколько подарочков ну давайте я вам покажу, что это будет первая, это вот такая вот пудра от Avon их новой линии Avon True лицом которой стала Маша Ефросинина это матирующая пудра в общем, она здесь в оттенке Fair должна многим подойти далее, это вот такая вот тональная основа от Maybelline, которая называется Fit Me в номере 105, она подходит для нормальной и жирной кожи следующее, это вот такой вот крем от Avon это крем серии NU, обновление и здесь идет полное обновление мультифункциональный дневной крем для лица с SPF 20, на весну вообще то, что нужно и вот такой вот карандаш и котлореаль которым я вам рассказывала сегодня в видео из линии Infallible в таком вот красивом лиловом цвете в общем, у меня есть точно такой же я вам уже сводчик на него вот сегодня здесь показывала для того, чтобы поучаствовать в данном конкурсе вам нужно быть подписчиком моего канала второе, вам нужно поставить лайк этому видео третье, что вам нужно сделать это поделиться данным видео либо вконтакте, либо в фейсбуке и четвертое, написать комментарий соответственно ссылкой на вот этот ваш репост потом я вас вконтакте и смогу найти как всегда результаты конкурса я публикую в своей группе вконтакте конкурс продлится с сегодняшнего дня и ровно неделю поэтому участвуйте, побеждайте подарок отправлю куда угодно если вы не подписаны на мой канал то обязательно подписывайтесь давайте дружить я буду очень рада видеть новых друзей на своем канале спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok